Девушки отдыхают Твой шаг определяет меру твоей веры Твой шаг определяет силу, которую ты получишь от Бога Дорогие телезрители, я приветствую вас там, в 74 странах Мы приветствуем вас из Алматы, из Библейского центра, из Казахстана Одно из лучших стран на земном шаре Мы приветствуем вас из новой жизни, будьте благословенны И сегодня я знаю, что Господь дал нам интересную тему И я получил вдохновение, читая одну книгу Вообще, читать книги полезно, аллилуйя Читайте много книг, из них вы много узнаете Конечно, много, все книги перечитайте Но выбирайте лучше Я спросил одного человека, автора книг Я говорю, как выбирать хорошие книги? Как вообще книги кушать? Столько есть разных непонятных вещей, есть плохие, хорошие Как ты выбираешь? Он говорит, запомни правило Рыбу ешь, кости выплевывай, аллилуйя Но если в рыбе одни кости, не ешь ее вообще, аллилуйя Зачем тебе сидеть плеваться, когда ты можешь найти нормального, хорошего Хорошую форель, аллилуйя, где костей не так много Итак, я был вдохновлен одной темой И меня настолько вдохновило Меня вдохновил, вернее, один кусочек истории Который я там услышал История заключалась в следующем Два человека плыли в лодке на рыбалку Заплыли и рыбачат Оба они верующие И вдруг посреди моря они там находились Их застал шторм И шторм начал шатать лодку, бить И они чуть ли не утонули Они кричат, что же делать И тогда один к другому поворачивается И говорит, ну что будем делать? Грести или молиться? Второй подумал, а второй-то был такой, как я И он сказал, будем грести и молиться, аллилуйя Многие люди выйдут, выход из ситуации Сдаться и молиться Господь сделай, Господь, чудо, 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 чудо Господь сделай чудо Но если ты не возьмешься за весло Он не сможет ускорить ход твоей лодки, аллилуйя Ему нужно, чтобы было какое-то движение Чтобы ускорить Если ты не делаешь, зачем он будет делать? Если тебе не надо Еще одна история, я уже из этой истории Один человек весною сел возле своего поля И решил, буду в духе Хватит заниматься, копаться в этой грязной земле Буду молиться, а осенью соберу большой урожай И он сел возле своего поля Он был истинный верующий, как он считал И он молился все лето И ждал, сейчас пойдет, сейчас пойдет И ничего не пошло И осенью он стал попрошайкой Почему? Будем ли мы молиться за урожай Или будем мы копать землю и молиться за урожай? Ну разве не произойдет чудо? Я буду молиться, я буду стоящего молиться Я буду молиться Чудо произойдет Чудо умножения Но если ноль умножить на сто, будет равно Бог сделает умножение Он говорит, умножу Умножу то, что ты имеешь Умножу дела твои Умножу прибыль так твой Но нужно, чтобы что-то было Нужно оттолкнуться от чего-то Он не может умножить ноль Вы понимаете, о чем я говорю? Тебе нужен хотя бы один муж Вообще-то хватает одного, если честно Чтоб появились дети Умножение, когда происходит Один плюс один, уже равно два Если один умножить на ноль, равно ноль Вы знаете Как достичь благословения? Успеха В некоторых церквях, когда пастор выходит Он все время ругает свою паспу и кричит Вы грешники, вы такие-сякие И, кстати, он прав Но из-за этого церкви в России не будет Людям нужен выход Им можно сказать, что ты такой негодный Но не дать выход И что будет? Он будет сидеть и будет считать Я грешник, я такой-сякой, я плохой Я плохой, я сикой, у меня ничего не получается Нужен выход Я для себя определил Я хочу быть пастором, который помогает людям находить выходы В их вопросах, в их ситуации Находить выходы, когда они задают вопросы Чтоб приходили ответы Я молю Бога, Господь, дай мне силы быть ответом Для каждого из вас Чтобы вы могли найти в моих словах проповеди, которые Господь дает мне В слове, которое я передаю вам Ответы Что делать? Я молюсь, чтобы у меня была машина Скажешь ты Замечательно Иди купи Я стою в вере Бог даст мне машину Он говорит, замечательно Вот, иди и покупай Но у меня денег нет Так работай А я не умею Так научись А мне неохота Ага Мы попали в категорию безумного христианства Все начинается с маленького Чтобы произошло умножение Ты делаешь первый стартовый толчок Ты делаешь толчок И тогда начинаешь молиться Ты взял весло в руки И начинаешь молиться Господь Тону Тону Греби плащ Но греби Кричи Но греби Как в тонке ты остановился грести Чудо уже не может произойти Ты скажешь Так это и так ясно Я приплыву в гавань Однозначно Но это чудо Что ты приплывешь Аллилуйя Все утонули Ты приплыл Почему? Потому что все стали кричать Помоги Господи А ты греб и молился Аллилуйя Продолжай трудиться Продолжай созидать Не останавливайся Я хочу быть богатым Хорошая идея Кто согласен Что это хорошая идея? Многие за этой идеей В ад попали Ну вы понимаете Там же написано Что обольщение Богатством И похотями Многие за бой Собольше о деньгах Чем о Боге И многие в ад Из этого попали Мы это знаем Правильно? Поверить соседу Хочешь быть богатым Дорога в ад Неохота сказать Но все таки Есть все люди Которые были богатыми И попали На небо Мы на кого ориентируемся? Ну конечно Я хочу на небо Я еще хочу быть богатым Как один верующий рассказывал Был реальный случай Когда была вот эта Массовая эмиграция Из Англии В Америку Из Европы И они все бежали Чтобы там захватить Золото И все остальное Чтобы земля была И чтобы новая жизнь началась И они бежали из Европы Один мужик Тоже решил сбежать Продал все Что у него было Купил билет Билет дорогой На пароход был И это не был Титаник Кстати Аллилуйя Пароход доплыл Сразу скажу до конца И он Напасся сухарями Напасся водой И все Зашел в свою каюту Замкнулся Сел И все Говорит Не хочу никого видеть Мне весь мир противен И сидит в своей каюте Живет свои сухари И пьет воду Через месяц Когда корабль Стал подплывать к Америке Или может быть Через два месяца Я не знаю Какой корабль был И люди закричали Америк Америк Ура Знаете что Этот мужик вылез Весь за рожей Ура Америка Худой На сухарях сидел Или толстый Я не знаю Смотрит наружу Америка Вдруг капитан подходит Говорит Друга Где ты был Я тебя не видел Ни разу Мы целый месяц Или два месяца Плыли вместе Я тебя ни разу Не видел Мы уже приплыли В Америку Я тебя первый раз вижу Он говорит У меня Не было денег На еду Он говорит Ну и какие проблемы Он говорит Как проблемы Я не мог выходить На палубу И кушать вместе с вами Я бедный человек У меня жизнь трудная Капитан говорит Замечательно У всех она трудная Почему ты не приходил кушать Как же я всем позволю кушать В ваших ресторанах Он говорит Дурачок Ты не что На билете написано Еда в ресторане Трехразовая Бесплатная Многие приходят на небо Приплывают С мешком сухарей И говорит Я бедный Зато спасенный Я рад за тебя Ты добрался до конца Но можно было Трехразовое питание Иметь каждый день Бог не хочет Чтобы вы были Нищими И больными И убогими Бог хочет Чтобы вы были В достатке И попали на небо Главная задача Чего Бог хочет больше Чтобы ты попал на небо Если тебе нужно Быть бедным Чтобы ты попал на небо Будешь им до конца Своих дней Мне Чтобы я попал на небо Мне не нужно Быть бедным Всегда есть позиция Я не хочу Чтобы произошел перекос Я хочу помочь Открыть тебе Есть маленькие Простые истины Если без труда Не вынешь рыбку Из пруда С детства знаем Если ты не начинаешь Действовать Если ты не сдвигаешься С мертвой точки Если ты не говоришь Хватит И не делаешь первый шаг Если ты не делаешь Не срываешься с места Ничего в жизни Не произойдет Ты можешь кричать Господи 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 Давай Помоги мне Он скажет Давай Давай Я помогу тебе Давай Господи Помоги мне дом построить Давай Ну строй Господь Я уже пришел Нет Ты строй А я тебе буду помогать Ты начинаешь Господь говорит Писание Я помощник твой Я буду помогать И поддерживать тебя Если ты ничего не держишь Как же он будет тебя поддерживать Всегда есть твоя сторона твой первый шаг. Он никогда не поступится и не сломает свои принципы. У него есть принцип, ты первый. Что бы ни начиналось в своей жизни, ты первый. Что бы ни произошло, ты первый. Ты первый должен сказать, помоги мне, Господи. Ты должен первый сделать шаг. Ты должен первый схватить болоток. Ты должен первым что-то сделать. Ты должен схватить весла первой. И потом, крича за спасение, ты должен предпринять что-то в твоей жизни. Я буду молиться. У меня сын заболел, у него температура 40. Господь, аллилуйя, молодец. Но предприми шаги. Сделали ты как отец, как мать, все, что должно, чтобы сделать это. Когда у меня говорят, вот, мы лекарства не будем принимать, это не по вере. Я вспомню, как однажды в детстве я был больной, и моя мама была глубоко верующей человек. И у меня была температура большая. И она принесла лекарства и говорит, во имя Иисуса Христа. Я благословляю его исцелением. Господь исцеля, открой рот, запей. Через эти таблетки, или не через эти таблетки, Господь сделал чудо. Я выполнил свою сторону. Я должен сделать то, что я должен сделать. А теперь я доверяю Богу. Бог, действуй. Посчитает ли он нужен химическим образом исцелить? Или сверхъестественным, это же его, его часть. У нас будет евангелизация, где будут люди исцеляться. Какая часть человека, а? Ну, приди. Приди на собрание. Если ты будешь за 20 километров, ты не будешь получать исцеление. Ты должен сделать первый шаг. Первый шаг. Давайте все скажем, мой первый шаг. Мой первый шаг. С тебя начинается все. С тебя начинаются чудеса. Все сверхъестественное, как сказал один проповедник, приходит естественно. Сверхъестественные чудеса, приходит и... Максим, как это так получилось? Ты телеканал открыл без денег. Вообще ты не совсем без денег. Деньги были. Они были у людей в карманах. Вот в чем проблема. Я пришел, я говорил, я сказал, люди, помогите, поддержите, люди, люди. Вы помните, сколько я вас просил? И вы давали или нет? Что-то вы так говорите, будто вы забыли уже про это. Я понимаю, правая, левая рука, но в мозге-то посередине, аллилуйя. Левая рука не знает, что делать, правильно, но мозги-то помнят все. Один мне принес список, сколько он давал в жизни. Я не знал вообще, сколько давал. Он записывал всегда. Говорит, вот я столько дал, аллилуйя. Хочу вас сто крат больше. Помолись, я ему шалбан дал. Говорю, благословляю тебя. В тысячу крат. Мы участвовали, давали. Я говорил, давайте. Я рассказывал, я напечатал бумажку. Я сказал, смотрите, телеканал. Я сказал, откроем в апреле, аллилуйя. Мы молились, в апреле не открыли. Откроем в июле. Аллилуйя, молились. Я сказал Марку. Я говорю, Марк, мы должны в июле открыть. Я в церкви обещал, в апреле не открыли, в июле не открыли. И Марк сказал, если в июле не откроем, откроем в декабре. Но если бы мы не открыли в июле, что произошло? Открыли бы в декабре. Вот, Господь, я старался, я пытался, я все сделал, что мог. Если есть что-то, чего я ничего не сделал, тогда я должен сделать. И тогда я говорю, Господь, давай. И мы открыли телеканал в июле. Какой это год был? Прошлый год какой был? 2002. Недавно я сидел, думал, уже 2004 год. Настроил свой компьютер. Я говорю, постой, какой 2004 год? Что-то ошибся. Видите, я всегда впереди живу, аллилуйя. Меня прямо так и несет будущее. Вы знаете, нужно предпринять. Кто-то говорит, тебе повезло, аллилуйя. Бог тебя благословил. Ты телеканал открыл, аллилуйя. Повезет дуракам, кто-то сказал, смотря на меня. Если я дурак, то мне везет. А если ты такой умный, то почему ты такой бедный? Ну, пусть повезло дуракам, но там был первый шаг. Там была молитва, там была вера, там было ожидание, там было составление планов, мечта, действия, звонки, переговоры, факсы, имейлы, телеграммы. Там была работа. Потом говорят, вот смотрите, как Господь сделал, аллилуйя. Господь сделал, слава Богу ему за это. Он сделал, это его идея была. Скажем на это. Это его вдохновение было, скажем на это. Это его стратегия была, скажем на это. А работать кому пришлось? Нам работать пришлось. И каждый день работать. Я помню, когда мы начали эфир, вы не поверите, каждую ночь в течение, по-моему, первых нескольких, ну, дней или даже недель мы приходили на ночь, потому что мы не успевали, потому что это новая работа была. Мы ничего не успевали, у нас ничего не получалось, у нас было мало компьютеров, у нас было мало видеоинженеров, у нас было мало операторов, у нас мало было, вообще ничего не было. И мы приходили на ночь, и знаете что? Я приходил на ночь, привозил сосиски вареные. Все наши операторы помнят, кто занимался. Я приносил сосиски, блины, мой сын пек блины, и я привозил и кормил их ночью блинами. Ну, потому что они голодные, злые, а чтобы их как-то ублажить, сам пастор говорит, вот я блинов вам напек. Они говорят, наш пастор герой. Я говорю, я сосисик вам сварил. Правда, они порвались все, но ничего, есть можно. Ну, нужно было делать. Мне нужно было сюда приходить час ночи, привозить им еду. В час ночи приходить в церковь, они работали, списали. Мы должны были сидеть, потеть, мучиться. Конечно, мы продолжаем работать, но мы изменили график, мы... Бог дал нам вдохновение, мудрость, как сделать так, чтобы по ночам спать. Вообще, это великое чудо, когда ты по ночам спишь, аллилуйя. Я готов и днем спать. Когда ночью ты не работаешь, ты отдыхаешь, вот знаете, все начало происходить, раз, телеканал появился. Должна быть твоя сторона, твое участие. Мы часто говорим об участии Божьем, мы говорим, что Бог обещал, Бог сделает, Бог сотворит чудо, Бог поможет, Бог сделает свою часть, Он сделает свою часть, но почему-то мы всегда, говоря о Его части, про свою часть, не действуем со своей стороны, а ты все сделал со своей стороны. Можешь ли ты сказать, Господь, я все сделал, почему ты ничего не сделал? Никогда человек, который не получил ответ от Бога, не может сказать однозначно, что я сделал все. Если бы ты сделал все, ответ был бы. Скажем на это. Еще раз. Если ты все сделал, то ответ однозначно будет. Если ответа от него еще нету, то значит, ты еще не все сделал. Значит, ты еще не все сделал, значит, еще есть твоя сторона, есть тут твой первый шаг. Может быть, ты мечтатель, сидишь, мечтаешь, Господь сотворит чудо. Он говорит, творю, давай, сделай шаг, двигайся. Мне нравится, когда проповедник молится, застеление, говорит, а теперь начинайте делать, чего вы не могли делать. Ну, как я сделал? Я этого не делал никогда. Ну, делай. Я никогда вот руками, рукой не двигал. Ну, так, двигай. Я не могу, я уже 30 лет не двигаю. Ну, начни. Ну, я же не двигаю. Если Бог меня исцелит, да как ты узнаешь, что он исцелил тебя или нет, если ты не начнешь двигать? Вдруг он тебя уже исцелил, а ты еще не начал двигать? Ну, я не привык двигать. Ну, начни, попробуй, привыкай, это он. Ты же исцеленный, аллилуйя. Ну, вот, если он меня исцелит, ну, как ты узнаешь, что он тебя исцелит, если он тебя исцелил, а ты еще не начал двигать? Вдруг ты давно исцеленный, ты все еще вот так с рукой ходишь? Ну, начни двигать. Ну, я не могу. Ну, начни, заставь, подними другой рукой, вот так сделай. Многие люди обнаруживают, когда они делают свой первый шаг, вот это и есть момент исцеления, когда проповедник говорит, а теперь делай, чего ты не мог делать. Когда Иисус подошел к этому скрюченному и говорит, исцелись. Я ведь скрюченный, что он тут болтает? Встань и ходи. Иисус, ты что, не видишь, что я лежу? Я лежу. У меня ноги сухие, руки сухие, их мозги. Начинай двигаться, ты исцелен. Это Иисус был. Все скажем, это был Иисус. Это дебил какой-то евангелист из Англии. Это был Иисус. И он сказал, давай, давай. Я больной. Давай, давай. Как вы думаете, он сразу пошел вот так, да? Нет. У него мышцы еще сухие. У него мышцы еще не развит, и чудо есть. Но теперь он должен вернуть в нормальную позицию. нормальную позицию поставить и начать делать первый шаг, свою ногу вот такую. У него таз не работал. И вначале кто-то скажет, что это он доходит? Так потому что ему нужно развиваться теперь. Делать первые шаги. Развивайся, ты же больной был. Господь, дай мудрости. Каждый день просит. Ну там высохло, надо развивать теперь. Он дал. Ну дай мудрости, Господь. Начинай думать. Ну книжку возьми, почитай. Не умею, почитай, ну поцарайся. Не могу две страницы прощать. Ну хотя бы по одной странице читай каждые пять минут. Вы улавливаете, к чему я подвожу, да? Есть сторона Божья, есть сторона твоя. Твоя сторона, одна женщина лежала и смотрела телеканал. Она говорит, Иисус всех исцелил, а меня еще не исцелил. Значит, он меня исцелил. Значит, у меня грыжа с позвоночника должна уйти. Значит, я здорова. Неверующая женщина. Иисус, значит, исцелитель. И что мне нужно сделать? Мне нужно просто взять это. Она встала возле телевизора и боль ушла. Полностью. Аллилуйя. 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 Говорит, я беру. Надежда ждет. Вера говорит, беру, вот оно мое. Отдай мне мое. Греби и молись. Аллилуйя. Если тебя завалило в шахте, что делать? Разбирай завал и молись. Аллилуйя. Молись, чтобы с той стороны тоже кто-то начал разгребать завал. молись и делай. Это важный фактор. Писание говорит, что Бог был Созидателем. Первые главы Библии и первый день сотворил Господь и так далее. Давайте откроем. Бытие. Вторая глава, наверное. Первой главе он все сотворил, а во второй главе он уже описание. Итак, совершены небо и земля. И совершил Бог седьмого дню дела свои, которые он делал и почил седьмой дел от всех дел своих, которые делал. Давайте все скажем делал. Ну он же Бог, зачем ему делать что-то? Он сказал, да будет небо. Да будут там собачки. Аллилуйя. Я Бог. Все. Там написано он делал. Слушай, телезритель, он не сидел и мечтал. Он не болтун. Он делал. Он занимался делом. Более того, он не просто делал дело. Дальше читаем. И благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо вон и почил успокоился от дел своих, которые Бог творил и созидал. Давайте скажем творил и созидал. Две части. Дела равно творить плюс созидать. Творить и созидать. Иногда мы такого натворим, что потом созидать невозможно. Но Бог творил и созидал. Он занимался делом. Ну, Бог ему легко. Вот, а я кто? Иисусу легко было. Он Божий сын. Он исцелял людей. Ему легко было. А ты чей сын? Дьявольский? Или Божий сын? Кто из вас Божий сын или Божья дочь? Так значит вам легко. У вас Бог есть, да? Повезло. Вот другим-то трудно. Как ему чудо сделать во имя Господа? А ты уже сынок Божий. Значит тебе легче относиться к жизни так. Не усложняй жизнь. Не делай трудными простые вещи. Есть твой шаг. Твой шаг он решающий. Твой шаг определяет меру твоей веры. Твой шаг определяет силу, которую ты получишь от Бога. Твои первые шаги я начинаю делать. Одна говорит, я хочу на телевидении работать. Я говорю, иди учись на журналиста. Она пошла, поступила в институт, учится на журналиста. Пришла, говорит, я учусь, можете меня на работу взять? Я говорю, берем на работу, коль пошла. Твой первый шаг, ты делаешь первый шаг, ты показываешь твой интерес, твою заинтересованность. возьмите меня на работу. Что ты умеешь? Ничего. Я обычно говорю, когда человек говорит, я умею все, это значит, он ничего не умеет. Когда мне кто говорит, я все умею, значит, он полностью ничего не умеет. Значит, нужно учить заново. Ну, ты старался? Ничего, на компьютере научусь. Ну, так ты научись. Отдайте компьютер. А ты найди. Вон там объявлений куча висит. Научу на компьютере на кучу. Заплати немножко денег. Аллилуйя, где мой платок? Заплати немножко денег. Пускай тебя получат. А я думал, меня возьмут, научат, я буду работать и большую зарплату получать. Только не у меня. Я буду как Бог. Пока ты не сделаешь первых три шага, Бог один шаг ждет, а тебя я три. Потом я тебя возьму. Вы знаете, отношения твоя часть, твоя часть, скажи, моя часть. Ты делаешь твой первый копок, чтобы посадить урожай. Мы видим все урожаи, но копаемся в земле. Это моя часть. Моя часть выкопать эти грядки. Моя часть прополоть, вычистить, вырвать, порвать, сломать, скопать, взрыхлить, окучить, засунуть, загопать, похоронить семя, избавиться. Вы знаете, Бог так устроил уникально, Он тебя заставляет убить твой доход, твой прошлогодний доход, Он говорит, закопай, убей. И ты каждую семью прощайся, похоронил. Следующее, но Бог делает чудо. Солнышко вышло, тепло стало, росточек пробился, летом рост, ты его поливал, от сорняков защищал, от жуков отстреливался. И осенью ты говоришь, аллилуйя, Бог сделал чудо. Я убил свое семя, Он его воскресил. Скажем ли мы на это? Аминь. Людям свойственно усложнять, делать вещи сложными, из простых вещей делать трудные, недосягаемые. Однажды одна американская компания разработала специальный порошок. Знаете, для женщин, у нас наши женщины все сами знают, муку, яйцо, соду, все добавляют, все перемешивают. В Америке женщины расслабленные. И они покупают коробочку, и там на ней написано, сделайте это, положите это, добавьте масло, и все, вам торт сам вылезет, и все, вот держите. И одна компания разработала уникальный рецепт, шикарный рецепт, шикарный рецепт, классный, и очень простая формула. Там написано, просто добавь воды. и на самом деле получалось хорошее, качественное тесто, и там ты кремом смазываешь торт, ну просто добавь воды, ну куда проще. Но знаете, что произошло? Когда женщины ходили по магазину, они смотрели на этот рецепт, красивая фотография, просто добавь воды, слишком просто. И не покупали. Шикарный торт! Не покупали. Компания несла убытки, и кто-то им посоветовал, измените рецепт, ну пусть, и они сделали другой рецепт. Подходит женщина, читает, возьмите порошок, смешайте водою, подержите две минуты, добавьте яйцо, перемешайте. поставьте в духовку при температуре такой-то. У них стали расхватывать, расхватывать, закупать, то же самое, но просто добавь яйцо, и все изменилось. Чуть-чуть сложнее, люди, это где-то внутри человека сделать сложным, простые вещи сложным. Пастор, какая формула, чтобы Бог меня исцелил, что дай мне 13 пунктов, я готов исполнить все. Просто сделай первый шаг. В смысле? Просто залезь в Иордан, окунись семь раз и здоров. Залезь в Иордан, окунуться семь раз. Помните про этого прокаженного генерала? У меня речек, у меня дома их этих речек лучше, гораздо, больше, много. Не-не, просто нырни в Иордан семь раз, покупайся. Генерал зашел, нырнул и исцелился. Так просто, просто добавь воды, аллилуйя, Иорданской. Но люди любят делать сложным простые вещи, люди любят делать трудным. Бог говорит, я хочу дать чудо, я хочу дать тебе успех, я хочу дать тебе рост, я хочу дать тебе возможности, я хочу открыть тебе благословение, я хочу открыть тебе царствие мое. человек говорит, какой сложный путь, и он выбирает самый сложный путь к Богу. У меня есть друг, он сидит, он там на первом ряду, я не буду показывать, кто он, он играет на саксофоне у нас с Эркой. И также он декан у нас школы проповедников, его, не скажу, кто это, но это Олег Назарчук, аллилуйя. Знаете, он, когда был молодым, музыкантом пришел, аллилуйя, и он ходил за мной все время, Максим, скажи что-нибудь слово, скажи мне слово, денег не хватает, кушать хочется, ничего нету, что делать? И он ходил за мной, и знаешь, вот как муха какая-то, и ты хочешь просто положить конец. И я сказал, иди играй на Арбат. Он, нет, да ты что, я стесняюсь, как это так? Вдруг я что-то не то сыграю. Я говорю, нет, иди играй на Арбат. И он ходил, меня доставал. Он мне, Максим, научи меня, как деньги зарабатывать, ты такой умный, помоги мне. Я говорю, иди на Арбат. Он говорит, да, ну я вот, может быть, куда-нибудь другое место. Я говорю, иди на Арбат. И он меня до того достал. И один и тот же вопрос, из месяца в месяц, из месяца в месяц. И я закричал. Я помню, вот здесь в туалете стоял. А он даже в туалет за мной ходил, скажи, Максим, скажи. Я мыл руки, и я сказал, я тебе оплачиваю, идешь на Арбат, все, что заработаешь, принесешь мне. Он, нет, я говорю, я тебя нанял на работу. Ты теперь мой слуга, мой рабочий. Иди играть на Арбат. Если ты не пойдешь, я скажу, я тебя увольняю из церкви. Больше играть здесь не будешь. Он договорился еще с кем-то, по-моему, это Вовка Шмидт был, да? С Вовкой Шмидт. Вовка на барабанчиках играл. И они пошли на Арбат. Ходили по Арбату туда-сюда, искали место. Знаешь, целый час, наверное, ходили, смотрели. Где бы начать? Трудно. Я сказал, я ему просто, в его ушах звучали мои слова. Я тебя нанял на работу. Ты должен стоять. Открой коробку из-под саксофона и играй на саксофоне. Начал играть. На следующий день глаза такие. Максим, Максим, так классно, ура, классно. Бог благословил. Да ты что, да. Олег, так, да? Не надо снимать, он уже стесняется. Я говорю, деньги до ван, сказал, нет, не дам. Это я заработал. Я сказал, ладно, иди работай. Прошло некоторое время, проходил директор одной гостиницы, идет, смотрит, классно играет, слушай, пойдем в мою гостиницу пятизвездочную. Как она называлась? Рахат. Идем в Рахат ко мне. Я смотрю, он надевается теперь как белый человек, знаешь, ходит в ГААС. Думаю, ничего себе, говорит, я в Рахате работаю, понимаешь ли? Потом пришел, говорит, знаешь, меня Рахат не устраивает, слишком маленькая плата. К нему стали приходить, к нему уже очередь записываются. Все началось с одного шага, иди на Арбат, играть. Ой, я стесняюсь, иди играть, я тебе сказал. Слава Богу, что у него есть я. Это называется священный пендель, аллилуйя. И чудеса пришли. Я вместо него сделал тот шаг. Ты знаешь, что этот шаг сделал я, кстати, аллилуйя. Теперь он уже сам понял, что нужно что-то вот так делать, вот так делать. Недавно пришел ко мне, говорит, надо открыть школу благовестника, там такая курса. Я говорю, начинай. Он говорит, как? Я говорю, ну как-нибудь сядь и придумай. Ой, а кто будет деканом? Ты будешь деканом. А кто будет учить? Ты будешь учить. Кто за все отвечает? Ты за все отвечаешь. Если что-то Бога будет, я тебе же этот, что все было хорошо. Он сел, напечатал листовочки, там тексты, я помог, подправил, но он уже понял, что первый шаг за ним. Первый шаг за ним. Действуй, действуй, действуй. Ой, я никогда не был пастором, так будь им. Ой, я не знаю как, я тоже не знаю. У меня первый раз была свадьба, я не знал вообще что делать. А на первой помолвке я их чужели не женил тут же и не провозгласил мужем и женой. Вот мой Господи, то есть жених и неверца, Господь, прости. Когда у меня было первый раз в вечере, я вообще не знал как делать. Мне было 20 лет, я не знал как вечерю делать, я не знал как ее делать. Надо делать. Что в начале? Тело или кровь? Кровь или тело? Тело или кровь? Не знаю. Я придумал. Дам одновременно, пусть сами выберут. Пусть сами выберут как надо. Раз посмотрел, старые верующие подошли, все, а, вот все, понял, так вот так, вот так. Трудно? Этого никто никогда не делал, ты не умеешь это. Но так однажды ты учишься этим вещам. Однажды ты учишься, однажды я сел и сказал, все, я смотрю умным видом в компьютер, а сам был как дурак. Я просто кнопку нажал, там, фатальная ошибка, пейп. Мне один друг одолжил компьютер, он ноутбук, игра даже не надо на на одну ночь я поучусь утром я пришел не заводится теперь посмотри что там случилось он горит его ронял нет я грунта на кнопки нажимал в общем не работает он посмотрела заново переинсталируется надо то ли что натворил я грудо не просто учился так было не один раз но потом я научился ты делаешь твой первый шаг и потом бог делать чудо способности таланты ты такой талантливый такой способный да нет я такой же как ты просто у меня есть дар первого шага кто-то говорит вот мы журнал выпускали помните я выпускал классный журнал аллилуйя у нас в эти по графе было а потом мы обанкротились помните аллилуйя ты тебе не сожалеешь что банкротился нет это же классно один сказал чтобы стать миллионером нужно обанкротиться три раза я уже два раза обанкротился аллилуйя с газеты и журналом как ты так просто отмышься очень просто было был классный журнал хорошие воспоминания у меня хорошие эмоции у нас их столько в запасе мы еще всем раздаем и раздаем те но классно это опыт это жизнь этому я учился я я достигал чего ты вот пытался если бы ничего не а вот если бы ничего не делал не обанкротился бы правильно но я бы не научился вы понимаете к чему подвожу первый шаг до первого шага нам нужно первый шаг сделать первый шаг я начинаю делать и сказал бог да будет свет иначе написано он творил и созидал будем лепить свет как он будет выглядеть и наверно дух святой сказал наверное он должен быть светлый да наверное светлые такие тона такие желтоватый беловатый такой ну ка давай плазму пустим так давай излучение какая там значит лампочка регулирования солнца сильнее сжигает поменьше отлично ничего не жжет хорошо да будет там она будет крутиться ну так земля крутится так луна крутится так так земля под углом так в общем вот так запустили начали крутиться все крутится не не чуть дальше сильно гравитация приливы такие высокие от луны что затапливает так это двинем назад он бог он созидал творил да у него гениальный разум он творил он все знает да но он созидал он делал вы ведь он же великий он величайший он делал кто-то он сказал я появилась он сказал и начал делать сказал саму началось до сказал и пошел сам делать да будет свет пошли засучили рукава начал ли пить солнце там я не знаю как они делали это бог творец и он желает что бы были творцами бог созидателе он желать чтобы я был созидателем бог творческой леченства описан он художники-строитель давайте всех скажем художники строитель вит написано дорога художник строителей где-то в псалмах по моему да бог художника строитель значит я художник и строитель художник имеет идею творит строитель строит воплощает эти идеи художников я помню когда мы учились нам говорили у нас постоянный конфликт со строителями мы что-нибудь выдумываем они не могут это построить и поэтому вы хоть чуть-чуть знаете как там общество устройство чтобы придумать чтобы они художник и строитель творец творит идея и созидатель давайте скажем творец и созидатель я должен быть такой же как он я хочу быть таким как ты мы моим песню не хочу быть я хочу быть похожим на него значит ты должен творить и созидать увидеть представить вообразить получить вдохновение и созидать бизнес идею увидеть получить принять и создать есть огромное количество бизнес идей которые никогда не воплощаются потому что они витают в уме их не ловишь это как и сам муху надо сел и пам поймал так и идеи иногда поймал все приколол все она у тебя в на шкафу висит на стенке там в рамочке поймай идею созидай увидеть картину созидай перед тем как я когда учился на рисование писать учили и там бы говорили увечь я смотрю он не смотри увидеть я смотрю увидеть я сказал тебе как увидеть смотри я смотрю увидеть я смотрю какой русский язык сложный досмотреть или увидеть увидеть когда он ты смотришь на пустой холст на пустой лист бумаги увидеть вначале что-то внутри он просто так карандашом стал двигать и вдруг картина появилась а он увидел и попытался через свои навыки передать создать увидеть созидать увидеть что-то и работе сидит у нас пастор для бомжей она увидела мать терезу аллилуйя тереза называю мать тереза скоро тебя канонизировать будет папа увидеть увидеть этих бомжей увидеть что они не умирают зимой от холода они столько людей уже похоронили умирают мрут увидеть что у них есть теплая еда вижу увидеть что вы готовите биржу увидеть что там как вижу ночлежный дом теперь знаешь что делать ходит за мною и навязывает мне свои картинки аллилуйя ты забыл собрать не сказать о нас когда нас расскажешь вот я рассказываю кстати аллилуйя она видит ночлежный дом может быть ты тоже видишь у тебя еще деньги есть аллилуйя она рада с тобой встретиться поговорить на эту тему увидеть увидеть что-то твори и созидай это принцип божий он творил еще раз откроем бытие это такая замечательная бытие 2 глава ручку возьмите подчеркните и благословил а второй стих и совершил бог седьмому дню дела свои 2 глава 2 стих который он делал и почил успокоился в день седьмой отдел своих которые делал дела свои которые он делал и дальше описание и благословил бог седьмой день и осветил его потому что в этот день он успокоился отдел своих запятаях которые бог творил и созидал давайте громко скажем творил и созидал не просто делал я делаю творить это иметь желание сердце страсть внутри любая вещь которую тебя происходит жизни страсть ты хочешь жениться я жениться хочу где жена у них на вот она а это не жена это другая вот она страсть любишь в любых вещах желание огонь внутри творить и созидать руками лепить это принцип божий я хочу быть таким как он ефесянам 2 главу открываем ефесянам 2 глава халлюя здесь написано так буду читать 8 стих я прошу вас будьте очень внимательны здесь написано так ибо благодатью вы спасены благодать это незаслуженный подарок ибо незаслуженным даром вы спасены не служили через веру и это не от вас это божий дар и не отдел ваших чтобы никто не хвалился но дальше он описывает но после того как вы спаслись мы его творение 10 стих ибо мы его творения созданы богом во христе иисусе на что на добрые дела создан на добрые дела дальше он говорит коту который бог предназначил нам исполнять я создан на добрые дела который бог предназначил мне исполнять какое у меня предназначение делай добрые дела созидай твори делай скажи я создан на добрые дела который бог предназначил мне исполнять слава иисусу христу ты суты призван к этому ты призван чтобы делать это откроем и риме первую главу призвание а пророка и риме и когда бог начал говорить с ним и он начал обратился к нему и сказал интересные слова это замечательно первая глава и риме все люди должны ее знать это бог разговаривает с тобою может быть и молодой особенности ты молодой так тебе если ты старый это тоже к тебе аллилуйя к любому человеку и риме 1 глава бога призывает его посмотрите как бог призывает здесь написано выше мы читали что бог предназначил нам исполнять дела есть предназначение и риме он говорит 4 стих и было ко мне слова господня прежде нежели я образовал тебя в очреве говорит господь я познал тебя и прежде нежели вышел ты из утробы я осветил тебя пророком для народов поставил он гордо того как ты родился он уже дал тебе предназначение до того как ты еще вышел из утробы пока ты еще был берем пока тебя еще даже зачатым ты не был уже я знал тебя бог определил для тебя он не просто свой родился еще один кто это мой серик ну ладно серик сиди он имеет цель для любого человека кто бы ты не был до рождения твоего у него есть цель для тебя дальше он говорит я сказал господи боже мой я не умею говорить ибо я еще молод вот знаете чего начинается когда бог вдохновляет тебя делай действуй связи твори созидай мы всегда находим кто виноват я молодой у меня еще . я еще не вырос бог обращается к нему и говорит я познал тебя я дал тебя судьбу а мы всегда это свойственный человеку искать оправдание почему я не выполню судьбу который бог дал мне я однажды собрал семейные пары в горах у нас была замечательная конференция в горах а кто был на этой конференции нас было несколько пар вам понравилось класса и у нас у нас просто был один момент когда я сказал так давайте теперь составим кто виноват в наших проблемах мужчины кто виноват в наших проблемах и я взял доску андрей при подошел взял фломастер стал записывать кто виноват и мужики стали говорить теща это один из первых пунктов был жена работа начальник я не знаю власть зарплата что еще виновата все горбачев даже кто-то сказал по моему кто во всем виноват кто вам в жизни испортил и вот из наши вот эти пункты составляли кто виноват и и составляли состав там целый список и потом когда остановились я говорю смотрите ни один человек ни один не сказал я виноват в том что со мной происходит не один все нашли оправдание там кто-то виноват кто-то виноват не я это вот они да не моя проблема это их это они это жена это теща это вся эта квартира это дом этот город это экология виновата да новые зеленые придумай экология во всем виновата ну вот теперь еще экология виновата а кто-то говорит от озоновый слой такой более косме образованный озоновый слой во всем виноват все готовы видеть кого-то в своих проблемах никто не сказал то я это моя ошибка это я друзья это я ошибся это я не сделал первый шаг почему ты не сделал первый шаг и всегда из вот этим вот это вот это вот это вот это почему ты не сделал первый шаг да потому что вот так да потому что я родился да потому что вот если бы я был тем почему ты не сделал свой первый шаг нужно просто встать и сделать первый шаг а я начал у тебя не получилось, развалилось сюда, ну тогда еще один, теперь помолись, Господь благослови, первый шаг, опять все сломалось, классно, ты уже второй раз банкрот, аллилуйя, замечательно, снова, опять сделаю, я делаю еще один шаг, меня не приняли в институт, буду теперь бомжом, да нет, чтобы тебя приняли, надо подучиться, подтянуть знания, мозги, заправиться, книжек почитать, и потом поступить в институт, у меня родственников нет, которые помогли бы мне, заведи, у меня друзей нет, сделай первый шаг, буду друзья, всегда делай ты первый шаг, Господь, мне нужны друзья, я делаю первый шаг, просто зайди и перестань ворчать, сзади скажи, привет всем, кому денег дать? Это та формула, которая действует, когда у тебя есть 100 рублей, у тебя будет 100 друзей, но делай первый шаг, твой шаг, первый шаг, я хочу, чтобы произошло это, делай первый шаг, я ожидаю, что я буду проповедником, делай первый шаг, всегда делай первый шаг, все зависит от тебя, сила Божия реализуется, если ты делаешь первый шаг, он говорит, Иеремий, я познал тебя до твоего рождения, читаем дальше, осветил, он говорит, я нашел оправдание, я еще молодой, но Господь говорит, не говори, послушайте внимательно, Бог говорит, не говори, послушайте внимательно, Бог повернулся к пророку и говорит, не говори, это не просто твой товарищ, говорит, не говори так, Бог сказал ему, не говори, что ты еще молод, по сути, но ведь он был молодой, он был молодой или не был молодой, он был молодой, он говорит, я молодой, Бог говорит, не говори, что он стал старым из-за этого, Нет, он остался быть молодым. Но Бог сказал ему, не говори этих слов. Эти слова останавливают. Эти слова тормозят. Бог сказал ему, не говори эти слова. Есть слова, которые Бог говорит, не говори их. Не говори. Бог говорит тебе, не говори, что у тебя не получится до того, как ты начал. Не говори, что неудача одолеет тебя. Бог говорит, не говори. Он говорит, не говори этих слов. Если Бог говорит, не говори, значит, он что-то имел в виду. Вместо того, чтобы сделать первый шаг, он говорит, вот это, вот это, вот это. Не говори, перестань говорить, начинай действовать. Кто-нибудь скажет? Если Бог говорит, не говори, тогда лучше молчать. И сказал Господь, не говори, я молод. Ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Ясно? Ясно. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И просер Господь руку свою и коснулся уст моих. И сказал мне Господь, вот я вложил слова в уста твои. Смотри. Давайте все скажем, смотри. Интересно вообще здесь. Я поставил тебя в этот день над народными царствами. Дальше, следующие шесть слов подчеркните. Я поставил тебя над народными царствами. Искоренять, разорять, губить, разрушать. И последние два слова. Созидать и насаждать. Перед тем, как засеять почву семя, знаете, что нужно сделать? Искоренить весь сорняк. Разорить все там эти кроличьи норки. Разорить там все, что было, все сорняки. Вытоптать все. Загубить. Жизнь, которая была. И посадить туда. Созидать и насаждать. Принцип Божий, начальное очищение, действие. Он говорит, я ставлю тебя над народными и царствами, чтобы искоренять, разорять, губить, разрушать. И созидать и насаждать. И было ко мне слово Господне, что ты видишь, Иеремия. И дальше он говорит, что ты видишь. Что я вижу. То и будет мне. Что я вижу сегодня. Итак, сегодня первый шаг. Я вижу, что сегодня мы делаем первый шаг. Я вижу, что для многих, может быть, ты уже пытался два раза сделать. Не пытайся сделать. Сделай первый шаг. Ты говоришь, я хочу быть успешным. Сделай первый шаг к успеху. Если ты хочешь стать мудрым, сделай первый шаг к мудрости. Если ты хочешь стать святым и помазанником, делай первый шаг навстречу к помазанию, к святости Божьей. Делай твой первый шаг. Давайте встанем. Только что вы посмотрели проповедь, которая наверняка повлияла на вас. И я молюсь, чтобы это слово, которое было посеяно сегодня, оно пришло в вашу жизнь и принесло плод, было растворено верою в вашем сердце и принесло урожай для вас, вашей семьи, вашей церкви, для вашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Надеюсь, каждая проповедь, которую вы слушаете в эфире, мои проповеди или других проповедников приносят для вас благословения. Но вы знаете, много людей готовят эту проповедь. Операторы, режиссеры, редакторы, съемщики, люди, которые занимаются тем, чтобы подготовить ее к эфиру и запустить в эфир. Огромная команда людей трудится. И я хочу попросить вас, поддержите нас делать Божье дело дальше. Вам нравится эфир телеканала СНО? Вам нравятся проповеди? Вам нравятся программы? Сделайте все возможное, чтобы мы не остановились. Поддержите нас. Вы заправьте нашу машину бензином, чтобы мы могли уехать далеко. Машина с пустым баком далеко не уедет. Телеканал без партнеров, без ресурсов не сможет далеко уехать. У нас нет рекламы. У нас нет заграничных американских хозяев. У нас нет мегакорпораций, которые бы были в дочернем предприятии. У нас есть только вы и Господь. Вместе мы можем многое сделать. С вашим участием, с вашим партнерством я могу сделать многое для проповеди Евангелия. Доверяете ли вы мне? Тогда большая просьба. Поддержите. Поддержите меня. Поддержите служение христианского эфира. Чтобы проповедь не останавливалась. Я сделаю все, что в моих силах. Чтобы каждая ваша копейка, посеянная, пожертвованная в телеканал Синелл, в это служение, она принесла большой эффект. И многие люди узнали про Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас. Благословит ваши посевы. Благословит вашу веру. Благословит вашу жизнь. И благословит вас быть щедрым на всякое доброе дело. Жертвовать в телеканал Синелл это доброе дело. Поддержите нас. Спасибо вам большое. Ваш партнер, ваш друг Максим Максимов. Вы только что посмотрели проповедь Максима Максимова, которая является пастором церкви «Новая жизнь» города Алматы, епископом церквей «Новая жизнь» и основателем Синелл. Мы благодарим вас за партнерство. Ваше участие в поддержке Синелл помогает созданию таких программ. Пусть Бог благословит вас. Синелл. 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 Синелл.